посвященном радикальному продвению жизни. Это первый в мире митинг за бессмертие, первый в мире митинг за радикальное продвение жизни. И я рад, что наконец-то в 2011 году это произошло, это случилось. Вокруг нас старая Москва, старые здания, старые технологии, старые люди. И они еще не знают о том, что мир меняется, и что мир уже изменился. Потому что после того, как мы сегодня пришли сюда, чтобы заявить впервые так громко и так значимо о своем праве на продвение жизни, о своем праве на бессмертие, о своем желании этим правом воспользоваться, это заявление уже не умолкнет. То, что мы скажем сегодня, никак нельзя будет уже отменить. И тот мир, который ориентирован на уход поколений, на смерть каждого человека, он недолговечен, и скоро он уйдет. Сегодня мы будем говорить о том, почему право на жизнь, право на продление жизни является первым фундаментальным правом каждого человека. Мы все знаем, право на жизнь, право номер один, и во всеобщей декларации прав человека, и в Конституции Российской Федерации, но почему-то мы этим правом не пользуемся. Почему-то мы забываем о том, что это право есть у каждого из нас, в том числе у наших отцов, у наших дедов, у наших бабушек. И это право никто не может отнять и не должен отнять, даже когда им исполняется 70, 80 или 90 лет. Мы будем требовать того, чтобы каждый человек на этой планете смог воспользоваться тем, что дают ему современные технологии. То, что дает ему медицина, биотехнология, генная инженерия. Потому что сегодня мы знаем точно, что продление жизни человека за обычные пределы давно стало возможным. И мы давно знаем, как к этому прийти. Поэтому мы, наконец, начнем это требовать. Сегодня мы будем говорить не только об этом праве, мы будем говорить еще и о том, что уже делается, и что делают участники этого митинга для того, чтобы дать людям право на бессмертие и возможность им воспользоваться. Потому что среди нас есть и врачи, и ученые, те, которые внедряют передовые технологии, позволяющие выращивать органы, позволяющие сохранять жизнь человеку даже в самом тяжелом состоянии. Есть люди, которые ищут, как можно остановить старение человека, как можно его замедлить и сделать человека неограниченно долго молодым и здоровым. Среди нас есть люди, которые начали бороться за эту идею. Еще 30 лет назад. Тогда, когда невозможно было об этом говорить так открыто и так громко, как мы говорим сейчас, потому что общество было еще более косным, еще более темным и не понимающим этих возможностей, чем сейчас. Сегодня во всем мире уже говорят о бессмертии. Сегодня известные политики, общественные деятели, деятели искусств говорят о продлении жизни. Говорят о том, что человек должен измениться, в частности, потерять свое качество, быть смертным и умирать. Поэтому сегодня нам повезло. Нам повезло, что мы живем в том мире, где у каждого из нас есть совершенно реальный шанс на бессмертие. Все мы, кто смогли прийти сюда на своих двоих, обладаем достаточным здоровьем, чтобы дожить до того момента, когда людям не надо будет больше умирать. Я искренне надеюсь, что все те, кто здесь присутствуют, доживут до этого момента, доживут до бессмертия. Несмотря на то, что большинство людей умирает, каждый день умирает более 200 тысяч человек по всему миру. Это ужасная трагедия, которую мы должны остановить. Надо сказать, что Россия – это та страна, в которой идеи иммортализма, может быть, зародились и, может быть, являются наиболее сильными сегодня. Потому что у нас были и Циолковский, и Вернадский, и Николай Федоров, известные философы и мыслители, которые еще сто лет назад и даже раньше говорили о том, что человек может быть бессмертным. В принципе, вся история нашего государства, она основана на космическом проекте, на проекте «Изменить человека», вывести его в космос, дать ему неограниченные возможности. И сегодня мы собираемся это сделать. В России нет другой идеи, более сильной, чем идея иммортализма, чем идея продления жизни и развития человека. И мы уверены, что эта идея уже через несколько лет станет настолько сильной, что ее нельзя будет больше замалчивать. Над ней больше нельзя будет смеяться, нельзя будет говорить, что это всего лишь мечта. Эта идея начнет реализовываться. Мы все сегодня слышим о научно-техническом прогрессе, об инновациях, но очень часто за этими словами не стоит по-настоящему важных проектов. Проект продления жизни человека является именно таким важным проектом. Каждый человек, каждый пенсионер, каждый старик, который сейчас жив в нашей стране, заслуживает продления своей жизни, заслуживает омоложения, и заслуживает, чтобы он жил неограниченно долго и счастливо. И мы собираемся сделать эту мечту реальностью. Я хочу представить вам первого докладчика, который сегодня, первого выступающего, который сегодня будет говорить, человек, который уже 10 лет своей жизни отдал идее бессмертия. Это Михаил Александрович Батин, президент Фонда наук за продление жизни, который, будучи раньше политиком, бизнесменом, решил сделать главным приоритетом своей жизни именно борьбу за бессмертие, борьбу за продление жизни. Он уже очень многое сделал, в частности, но это он расскажет сам, если захочет. Михаил, приглашаю вас. Добрый день, друзья. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы вообще все молодцы, что сегодня пришли сюда и вот не боимся говорить открыто о том, что нам нужно радикальное продление жизни, нам необходимо бессмертие, и мы готовы для этого приложить множество усилий. И вот я что хочу сказать, что вот если мы будем говорить о том, что просто говорить о том, что государство должно, то ничего меняться не будет, потому что цель у государства – это не люди, это не жизнь людей, это наша цель. И от нас самих зависит, насколько мы готовы приложить собственные усилия для радикального продления жизни всех и каждого. И нужно делать очень простые вещи. Нужно просто быть вместе. Быть вместе на митинги, быть вместе на мероприятиях, на научных лекциях, быть вместе в интернете. И второе, что необходимо сделать, это каждому из нас говорить про себя, «А что я сегодня сделал?» «Что я сделал для бессмертия?» И вот к этому я вас всех призываю. Я призываю к большему количеству усилий и быть вместе, быть влаченней. На самом деле у меня не очень большая речь, и это не очень принципиально… Нет, это принципиально, конечно. Просто то, что я хотел бы сказать, я напишу в блоге и расскажу еще больше о том, как нужно продлевать жизнь, какие необходимые исследования. А сегодня я хочу еще раз сказать спасибо, чтобы вы все пришли, чтобы мы все пришли, и что прогресс не умолим. И вот люди, которые… Наверное, здесь есть люди, которые первый раз слышат о радикальном продлении жизни. Им удивительно это мероприятие. И я хочу обратиться к ним или к тем людям, которые прочтут об этом мероприятии в средствах массовой информации, что вы каждый месяц будете видеть подтверждение нашей правоты. Нашей правоты в том, что прогресс не умолим, что технологии развиваются, что необходимо ускорение научно-технического прогресса. Потому что мы правы, и мы победим. Вопрос лишь когда. И кто доживет до этого. И вот наша задача ускорения это только для того, чтобы дожило до радикального продления, до технологий, радикального продления жизни как можно больше людей. Еще раз большое спасибо. И включение музыки, чтобы поводрее настроить.